Подробности всех торжественных мероприятий мы перечислять не будем, об этом уже немало сказано, много и показано, и слава богу, прошло все благолепно и торжественно. Главное, что к событию присоединились многие-многие горожане. В Рязань приехали люди из соседних с нами регионов. Все шли в колоннах, которые чем-то напоминали прежние, демонстрационные, но это никого не смущало. Главное, шел народ по зову сердца, по велению души, как раньше. Давным-давно деды-прадеды за крестом во след, за иконами хаживали. Вход в память о преподобном отце Сергии, конечно, впечатлял и заставлял о многом же задуматься. Вот, например, Сергий Радонежский, живший по строжайшим православным канонам, был известен как целитель, к которому за избавлением от недугов обращались и старый млад. И никто не оставался без помощи. Даже существует предание о том, что преподобный удостоился в этом плане дара чудотворения, однажды воскресил к жизни отрока, которого отчаявшиеся родители уже считали навсегда потерянным. Но не с этим прежде всего вошел в народную память в русскую историю Сергий Радонежский. Больше чудес почитали его дар миротворца, а главным монументальным подвигом святого считают люди его участие в замирении двух могущественных властителей того времени, князя Дмитрия Московского и Олега Рязанского. Таким образом, Русь сумела выставить объединенное могучее войско на бой с татаро-монголами и одержать победу в знаменитом Куликовском сражении 8 сентября 1380 года, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Мир и свобода – вот что сумел дать Отечеству преподобный. И разве не это самое главное, чего ждут люди в любом краю, в любой земле, в любые времена? И разве не одному Богу молятся сейчас в Украине и силовики-ополченцы? Разве не целуют нательные крестики, чтоб сберег Всевышний от пули, от осколка? Не повязывают разве оберегающие ленты с молитвами? Кто на тело, кто на руку, кто вокруг головы под каску? Только вот жаль, нет сейчас рядом такого чудесного миротворца, такого святого, чтобы нашел слова для созидания мира и народного объединения. И об этом тоже думалось во время крестного хода. Известно, что отошел в мир иной святой преподобный Сергий осенью 1392 года. Зная о скорой кончине, сообщается летописцами, собрал великий угодник Божий монастырскую братью и дал им слова в качестве завещания. Внимайте себе, братья, прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную. Вот так коротко. А зачем длиннее, когда главное уже прозвучало? И разве не для всех сказаны эти слова? И разве не для живущих сейчас и для будущих людей? Но почему же такие простые древние заветы все понимают, но мало кто может исполнить?